О дистанте в школах, переводе на удаленку, посещении массовых мероприятий и работе общепита. 6 октября вступили в силу изменения в указ о введении режима повышенной готовности. Органы местного самоуправления региона смогут сами принимать решение о переводе на дистанционное обучение учащихся с 6 по 8 и 10 классов. Это касается и работы организации дополнительного образования, учреждений культуры и спорта и так далее. Решение может быть принято как в отношении муниципального образования в целом, так и отдельных организаций. Вузам и профессиональным техническим училищам рекомендуют перейти на дистант. Если обучение проходит в смешанной форме, то к очному обучению можно допускать только вакцинированных или переболевших студентов. К работе с детьми теперь допускают только сотрудников, у которых есть сертификат об иммунизации, справки об отрицательных результатах ПЦР-теста, срок действия не более трех дней, или справки о наличии антител, срок действия не более 60 дней. Работодатели больше не обязаны обеспечивать сотрудников прохождением необходимых исследований. Руководителям необходимо перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общей численности следующих сотрудников. Всех работников, чье присутствие на рабочем месте не обусловлено обеспечением непрерывных процессов. Всех лиц, у кого нет действующего сертификата профилактической прививки от COVID-19, в том числе по медицинским показаниям. Посещать массовые мероприятия можно только при предъявлении на цифровом устройстве QR-кода, сертификата о вакцинации или мультипасса. Соблюдение требований необходимо для посещения фитнес-центров, бассейнов, спортивных клубов, а также спортивных сооружений и объектов спорта, музеев, зоопарков, кинотеатров, дельфинариев, театров, концертных залов, цирков, клубов, творцов и домов культуры. Организации, которые ведут конгресс на выставочную деятельность, детских игровых комнат, аквапарков, аттракционов, батутных центров, парков, развлечений. Требования не касаются несовершеннолетних и не распространяются на проведение памятных мероприятий на открытом воздухе с количеством участников до 150 человек, а также на проведение органами ЗАГС церемонии государственной регистрации и заключения брака в торжественной обстановке. До 31 октября кафе и рестораны Нижегородской области с 12 часов ночи до 6 утра будут работать в формате еды на вынос. Кроме того, в рамках указа Глеб Никитин поручил усилить контроль за работой организаций общественного питания, в том числе за соблюдением запрета на проведение банкетов, караоке и танцевальных вечеринок, корпоративов, мастер-классов и других развлекательных мероприятий. Также в регионе усилят контроль за тем, как граждане соблюдают масочный режим в местах массового скопления людей.